Это не то, что вы подумали, а название одного из самых загадочных объектов начала 20 века. А если точнее, то английская аббревиатура Панама Тихоокеанской международной выставки проводилась в 1915 году возле города Сан-Франциско, Калифорния, США. Несмотря на масштабность всего действия, найти его обычные фотографии в хорошем разрешении пришлось не без труда. Имеется достаточно много старых почтовых открыток, заретушированных до неузнаваемости. Они, как правило, выдают однообразный сюжет. Благодаря им можно подумать, что это было заурядное мероприятие. В общем, в списке подобных, проводимых в то время по всему миру. Но это совсем не так. Ни одна из проводимых в то время выставок не могла сравниться с этой хотя бы по географическому масштабу происходившего. Для проведения данной выставки были снесены здания на значительной площади Сан-Франциско, у побережья Тихого океана. Выставка была приурочена к открытию Панамского канала в 1914 году. Событие это, по всей видимости, было знаковым. В связи с чем, на средства не скупились. Очевидно, в то время в США осуществлять большие грузообороты с западной частью страны было проще по морю. Ввод каналов в эксплуатацию решал очень много проблем. Но и отметить это событие решили должным образом. Ситуация в Сан-Франциско того времени оставалась сложной. Город несколько лет тому назад пережил серию мощных землетрясений, устранить последствия которых тому времени еще не успели. Несмотря на это, за один год возник огромный и вполне респектабельный выставочный комплекс. Тот факт, что его выстроили всего за год, подтверждается многочисленными фотографиями. Как видим, архитекторы смоделировали будущие постройки на фото от 1914 года, просто нарисовав их контуром. Многие наверняка зададутся вопросом, а как это все удалось построить такими ударными темпами при таких масштабах? Никакой сложности тут в общем нет. Строительство зданий велось по обращенной технологии. Металлический каркас обшивали обычным деревом, а на него крепили материал под названием штоф. Именно он и придавал зданиям благородный классический вид. Как правило, в виде ткани использовали мешковину, а в виде наполнителя минеральные порошки на клеевой основе. Формами можно было придать штофу любой вид, от листов до скульптур. Крепить его можно было чем угодно, от клея до гвоздей. Технология простая, быстрая и дешевая. Это будущий павильон штата Орегон. А это он сам. Ничего не напоминает, это те самые храмы, которые в большом числе были на Черноморском побережье, от Крыма до Крита. Эту типовую конструкцию историки приписывают древним грекам. Но видно, это не совсем так. Если Орион был русским штатом, скорее всего такие здания были и там. Можно показать еще несколько фото из серии «Как было, как стало». Ну и самое главное сооружение этой выставки – замок драгоценностей. Назвали его так в честь того, что верхняя часть его шпиля была выполнена из прозрачных минералов. И в темное время суток они переливались всеми цветами. Примерно так. Именно такой все представляют выставку по многочисленным почтовым открыткам. Действительно, если представить все это вживую, выглядело все очень красиво, примерно так. Бывает же такое. Впрочем, вернемся к этому чуть позже. А сейчас еще раз глянем на процесс строительства и зафиксируем детали. Строительство идет замечательно, только сразу же сбивает с толку отсутствие траншей под инженерной сети. Как видим, на фото очень часто попадаются столбы с проводами. Но в финальном виде они просто исчезнут. Кроме того, при застройке таких больших территорий обязательно на генеральном плане должны быть трансформаторные подстанции. Где они? Судя по тому, какой силой было освещение небес, электрическую мощность такой объект потреблял немалому. Она, наверное, даже соизмерима с мощностью, потребляемой современным постелкам городского типа. Кроме того, данная выставка во многом была уникальной по ряду причин. При проектировании выставки ее реализовали как полностью автономное образование. Впервые в США на ней использовали телефонную линию Сан-Франциско-Нью-Йорк. На выставке была железная дорога и даже аэродром. Кроме этого, была масса аттракционов. Среди них даже был такой удивительный для того времени, как аэроскоп. Любой желающий мог хапнуть адреналина, покатавшись на такой штуке. Но и это было еще не все. В павильонах выставки продавались такие невиданные для этого предмета роскоши, как фены для укладки волос и стиральные машины. Да и павильоны были сами по себе огромными. Чтобы снабжать все это электричество, нужна вполне себе приличная электростанция с трубой такой высоты, что ее было бы видно с любого ракурса. Но ее там и близко не было. В чем же тут секрет? Наверное, в тех самых павильонах. Это действительно выставочный павильон, и он не придуман художником. Неужели каждый арендатор в павильоне обеспечивал себя электричеством сам? Очень даже может быть. Но в составе зданий и сооружений были освещение и фонтаны, и масса других нагрузок, которые к арендаторам не относились. С коллективным освещением действительно на выставке происходило много странностей. Внутреннее освещение в подавляющем большинстве выполнено вопреки всякой логике. Это просто электрические светильники, висящие на обычных цепях без всяких проводов. Их там не то что много, а до безобразия много. Каким образом это могло работать? К наружному освещению вопросов еще больше. Кругом огромное количество лампочек. На цепях они, конечно же, не висят, но загадок представляет ничуть не меньше. Что за странные фонари, на которых даже не видно ламп? При дневном свете это обычные металлические кольца, висящие на столбе. Очень загадочные светильники, но это далеко не все из подобной категории загадочных. Стоящий вверху этих фонарей импровизированный огонь говорит о том, что эти фонари использовали для своего горения атмосферный электрический ресурс. Таким знаком маркировали все подобные устройства от пневматических печей до архитектурных деталей храмов. Подобное изобилие осветительных приборов при отсутствии проводов наводит на определенные мысли. Как все это работало? Где находились выключатели таких фонарей? Осветительные приборы с непонятными признаками встречались на выставке практически везде. Но это еще не все. Возле башни изобилия имелись два вполне непримечательных фонтана. Фонтаны как фонтаны, таких на выставке имелось много. Отчетливо видно, что колонна этих фонтанов сборная, состоящая из колец, смонтированных друг на друга. Ничего необычного. Подобное решение применялось на многих зданиях и сооружениях. Имелась только в этих фонтанах маленькая неприметная деталь. По ночам они светили невообразимо ярко, даже ярче, чем стоящие рядом самые мощные фонари. Какое количество люксов они выдавали, сказать сложно. Но прочие осветительные приборы выглядели довольно бледно. Можно уверенно сказать, что они изотмевали все вокруг. Что это вообще такое, если днем отчетливо видно, что их колонна выполнена не из светопрозрачного материала? И еще один вопрос. Если внутрь такой колонны напихать имевшиеся в те времена самые мощные лампочки, получилась бы такая яркость? Загадки. Кругом одни загадки. Ну и, наверное, многие уже задаются вопросом, а что там такое красивое светится на заднем плане? По имеющейся информации, это была специальная иллюминация, которая осуществлялась мощными разноцветными световыми лучами. Очевидно, по ночам в прибрежной зоне воздух был с частицами влаги, и лучи света благодаря им давали очень красивый эффект. Какой источник давал такой свет? По ироднии судьбы фотографий этой установки практически нет. С большим трудом удалось найти несколько фото. Как видим, под прожектора выделен целый остров. Никаких линий электропередач на него не идет, но зато на нем есть подобие храмового сооружения или маяка, и видны подходящие столбы без проводов. Картина начинает проясняться. А что это за столбы? Если приглядеться, то по территории выставки их наставлено очень много, и наверху их расположены не только эти непонятные звезды, но и скульптуры. И расположены эти столбы совсем не хаотически, а вполне упорядоченно. И сопутствуют этим столбам непонятные ротонды, которых также очень много. Включение-выключение фонарей проводилось в этих ротондах. Фонари для таких конструкций были простейшими. И светили они на потолок, очевидно, чтобы не слепить глаза ярким светом. Откуда в них бралась такая фантастическая яркость? Но выделение энергии из атмосферы получалось не только работой одних ротонд. Сами павильоны были выстроены так, что они имели собственные энергетические системы и обеспечивали собственные нужды. Вот она, та самая башня изобилия вблизи. Фонари на ней и возле нее горят достаточно хорошо. Очевидно, для такой потребляемой мощности масштабы электроустановки были соответствующие. Вся крыша изобилует деталями энергосистемы. Видимо, фонтан потреблял значительную мощность. И не только фонтан. А это и есть те самые устройства, дающие те самые мощные направленные лучи. Что там перекатывалось и светилось, теперь уже не узнать. Но наша башня изобилия есть не что иное, как основной элемент энергетической системы той территории, которая ограничивается периметром пристроенных к ней зданий. И скорее всего, эта территория была еще с противоположной ее стороны. В этой системе было все продумано до мелочей. И никто никогда бы не подумал, что эта башня есть один из основных элементов энергосистемы, выставочного комплекса. Как, собственно, и замок драгоценностей, и прочие башни в этом комплексе. Благодаря им все это и работало. А что же все-таки было с теми самыми фонтанами, которые с колоннами? Среди экспонатов выставки имеются такие вот фонтаны, колонна над которыми выполнена из стекла. Очевидно, чудес тут не было, и при определенных обстоятельствах, находящийся внутри этой стеклянной колбы газ, начинал давать свет. И среди экспонатов было очень много таких странных артефактов, которые ныне кажутся фантастикой. Субтитры создавал DimaTorzok но уже стала наступать новая эра глобализации и наряду со всем с этим на выставке стали появляются вполне традиционные вещи этим вещам потребовался качественно новый рывок в объемах продаж и собственно случилось то что случилось простояв всего лишь один год наша огромная выставка была снесена 1916 году и и уже практически не осталось одновременно с этим по всем соединенным штатам америки прекращают действенно все подобные выставки а также при странных обстоятельствах сгорают лунопарки которые собственно являлись небольшой разновидностью этих выставок а что происходило в то время на европейском континенте представление не нуждается очевидно все эти события масштабах планеты вел один единственный модератор что никак не хочет признавать современная история несмотря на это оставшуюся часть сооружений выставки снесли чтобы реконструировать совсем недавно неужели подобные чудо города можно было создать так просто очевидно да и конструкции рассчитаны на десять лет простояли почти добрую сотню бывает же такое но тех самых павильонов дизайна того времени мы уже не встретим